Всем привет, меня зовут Настя, и сегодня у нас с вами на канале настоящая редкость. Это просто разговорное видео, мы даже краситься здесь не будем, представляете? Давно ли такое было? Ну, серьезно. И это будет ролик из разряда вопрос-ответ, я в телеграм-канале в своем, ссылочка на который будет внизу в описании под видео, попросила вас оставить вопросы, которые интересуют, и вы прислали много, много, много всего в анонимный телеграм-бот, так что я не знаю, кто там что спрашивал. Я так подозреваю, что ролик будет долгий, поэтому давайте сразу переходить к вопросам. Итак, первый. Какие осознанные изменения были совершены на лице? Я совершила только одно изменение, и это губы. Вот исходник, который был в 15 лет, кажется, да, эта фотография была сделана. И тут видно, что у меня губы ниточки, и в принципе у меня, ну как бы по генетике, ни у кого нет больших пухлых губ. А мне очень нравятся большие губы, знаете, мне прям нравятся гипертрофированные большие губы. Ну, серьезно, я вообще ничего не вижу в этом. Если людей делают изменения в своем лице счастливыми, то почему бы и нет? И прям по-честному, меня это изменение сделало совершенно другим человеком. Каждый раз, когда я красила губы, а в макияже я считаю, что это необходимый шаг, я думала, как мне не нравится, как меня бесит. Ну, постоянно расстраивала, короче, этот фактор. И изменив это в себе, я перестала об этом задумываться. Единственное, что, конечно, у меня сейчас такой недуг, как у всех людей, которые достаточно долго и часто себе что-то колят, это миграция препарата, и, соответственно, мне нужно его полностью вывести, и, возможно, ну, невозможно, а точно какое-то время вы будете видеть меня совсем без филлера. Естественно, в губах есть фиброз какой-то, да, от постоянных уколов иголкой, там образовались какие-то шрамики, такая ткань, которая никогда не даст губам стать такими, как прежде. Поэтому они в любом случае будут больше, чем мой вот тот вот исходник. Но я думаю, что для меня этот месяц без филлера будет настоящим стрессом. Но, естественно, я потом заколю себе все заново, даже можете не сомневаться. Бывает ли у тебя выгорание? Как с этим справляешься? Я помню, у меня было совершенно адское какое-то выгорание. Кажется, это было после прошлого Нового года, когда я устроила марафонное видео с пигментами Танука на Ютубе. Я выкладывала каждую неделю два ролика с двумя макияжами. И то есть четыре мейка в неделю, это очень много для меня. Во-первых, это много съемок, это много монтажа, и тогда были очень маленькие просмотры на этих видео, меньше, чем на остальных моих обзорах каких-то. И я просто дико с этого, честно говоря, выпала. Ну, расстроилась, конечно, и, соответственно, у меня прям пошла такая дизмораль. Я вообще не хотела брать в руки кисти, и мне кажется, что то, что я снимала там вот в этот период после Нового года, это было прям для меня реальным испытанием. Сейчас я такого не испытываю, потому что я... Ну, сказать, что я не упахиваюсь, это будет, конечно, неправда, потому что я последние пару недель ложусь спать в 7 утра. Это не потому что у меня какая-то адская бессонница, и я не могу уснуть. Нет, потому что просто мне нужно доделать работу до конца, которую я наметила, и поэтому у меня нахер сбился просто режим с этими засыпаниями в 7-8 даже бывало утра, и с подъемами типа в 4-5 часов вечера. Ужасно, я никому такого не желаю, потому что я буквально не вижу дневного света. Никакого тебе, пожалуйста, витамина D, даже в этих краткосрочных походах до Валберис с декой или почты. Насчет выгорания. Оно, конечно, бывает, но сейчас я пытаюсь, когда чувствую, что вот-вот подпирает какая-то жесть, отвлечься, позаниматься чем-то другим, порисовать картину по номерам. Вот нам подарили на Новый год с мужем Мазабрик, этот конструктор, который я все никак не могу начать собирать. В общем, у меня есть план побега от выгорания. Главное на что-то переключиться и дать себе возможность просто отдохнуть от своей основной деятельности. Конечно, совсем забросить YouTube я не могу даже на недельку. Хотя бы раз в неделю нужно выпустить какой-то ролик, это обязательно, потому что алгоритмы пошлют меня в далекое путешествие. Ну, в общем, да. Сейчас у меня еще марафон идет. Кстати говоря, сегодня последний день, когда можно приобрести этот марафон. Там 5 уроков подробнейших. Каждый видеоролик от получаса идет, где я показываю какой-то образ, и все они кардинально разные. Есть возможность попробовать себя вообще в разных амплуа абсолютно. И там есть свой телеграм-канал, свой закрытый чатик. Посмотрите, пожалуйста, какие крутые работы делают люди на этом марафоне. У нас, конечно же, будет призовой фонд. И сегодня, 2 марта, это последний день, когда можно к нам присоединиться. И вы даже можете еще поучаствовать в конкурсе, да, потому что там будет розыгрыш призов. Там будет более 20 призов. 5 из них буду распределять лично я по конкурсным работам. 5 победителей будут выбираться с помощью голосования. И еще более 10 призов, я думаю, что будет в районе 15. Вот так вот. Это полностью рандомный розыгрыш среди всех, кто приобрел марафон. Даже если вы ничего не выложили или выложили одну работу, две, неважно. Вы все равно будете участвовать просто по праву покупки этого марафона. Призовой фонд, там более 100 тысяч. Я думаю, что примерно где-то 120-130, вот так вот. То есть каждый приз, это какой-то набор косметики, примерной стоимостью в 5 тысяч рублей. Там палетки теней всякие классные. В общем, вот, вы можете посмотреть призы. Плюс также мне байеры предоставили палетки всякие разные. Там и P.LUIS, и MELT COSMETICS, Наташа Динона. Короче, ребята, очень много всего в моем телеграм-канале. Также можете подробнее ознакомиться со всей информацией. И внизу в описании под видео будет ссылочка для того, чтобы приобрести этот марафон. Марафон называется «Машина времени». И там я делаю образы, которые отстворяют каждый период жизни человека. Детство, юность, молодость, взрослость, скажем так, и старость. И сегодня уже вышел последний образ. То есть сразу после покупки вы сможете посмотреть все 5 видосиков. Прекрасный день, вечер или что бы то ни было вам обеспечены, потому что ролики получились действительно классными. И вы можете точно подчеркнуть для себя какие-то полезные фишечки даже для ежедневного макияжа. Минутка саморекламы закончена, и мы едем дальше. Когда будет видео из отпуска? Мы с Мишей ездили в Таиланд в прошлом апреле на месяц. Это был не только Таиланд, но еще и Сингапур и Камбоджа. И я обещала смонтировать влог из Таиланда, кажется, сразу после приезда. Но что-то как-то... Ну, блин, поймите меня правильно. Очень много работы, очень много работы. Я зачастую даже не успеваю делать какие-то обзоры палеток, да, снимать, монтировать. Это бесконечный просто поток контента. Я могла бы делать много маленьких, леденьких роликов, коротких. Но я же снимаю вот эти вот макияжные наши фильмы. У меня уходит на это огромное количество времени. Иногда бывают дни, когда мне просто хочется лечь и сдохнуть. Вот так вот. И я позволяю себе лечь и немножко умереть. Поэтому насиловать себя и вот прям монтировать, чтобы смонтировать, я не могу и не хочу. Поймите меня правильно. Как только у меня появится какое-то окошко в моем графике, то я сразу же займусь этим, потому что это видео точно принесет мне настоящее наслаждение и приятнейшую ностальгию по нашему первому совместному отпуску с мужем. Представляете, за пять лет мы в первый раз куда-то поехали. Как ты пришла к блогингу и именно теме косметики? Чем занималась до этого? До блогинга я работала официантом в ресторанах, барменом работала. Потом уехала учить чешский язык в Чехию, в Прагу. Я поступила в универ в Чехии на чешском языке, и я не осталась там учиться, потому что у меня, как мне казалось, любовь и вот это вот все, отношения на расстоянии были там просто ужасные. И я вернулась в Россию просто вот так вот и продолжила просто работать. Совмещала работу с блогингом. Первое место мое было это администратор фотостудии. Я просто сидела там денно и ночно, и, собственно, этой фотостудией мы пользовались тогда, чтобы снимать контент, а потом я устроилась администратором школы макияжа к Наталине и также совмещала полноценную работу администратора и ведение канала. Так что вот такой вот у меня опыт работы. Я ничем конкретно никогда не занималась так, чтобы прям заниматься чем-то, какое-то ремесло и прочее, нет. Просто мне очень нравилась косметика, я много ее покупала, и мы с Дианой, моей напарницей бывшей, решили завести YouTube-канал, потому что ну как же так, у нас так много косметики, и надо куда-то ее девать. И мы подумали, что самое гениальное будет решение, это завести YouTube-чик и показывать там наш косметосик. Извини, если задаю некорректный вопрос, но планируете ли вы с Михаилом детей? Или вы child-free? Мы не child-free, мы как бы позитивно относимся к детям, к их наличию, в общем-то, но пока как бы, честно могу сказать, от души. Пока нет четкого понимания того, что как бы я вот готова завтра забеременеть, например, и вот осознанно родить, и вот это вот все. Мне хочется какой-то идеальный момент, но это, знаете, такое тоже... Это сложно, потому что идеального момента не бывает, мне кажется, в этом. Если это конкретный вопрос, планируем ли мы детей или нет, то, наверное, больше да, чем нет. Когда? Не знаю. Я понимаю, что там часики тикают, и вот это вот все, но, блин. Я не хочу просто типа родить, чтобы родить, да, отстрелялась, и все, свободно. Это все-таки огромная ответственность. Меня многое в этом вопросе пугает на данный момент, так что я думаю, когда-нибудь это осознание придет всему в свое время. Вот. Вот это вот хороший ответ, всему в свое время мне нравится. Недавно ты писала, что ввела ретинол в свою жизнь. Расскажи, пожалуйста, твое впечатление и чем ты пользуешься. Так, я принесла. Сейчас я пользуюсь такой штучечкой от бренда Self Love. Это ретинол 2%. Я перешла на него с другого ретинола, и сейчас я сижу вот на этой штучечке. Мне очень все нравится. Подробнее расскажу попозже. Может быть, я сниму видео про свой уход, либо в каком-то из следующих роликов с макияжем я остановлюсь на этом вопросе. Ну, в общем, да, если коротко, то бренд Self Love. И ретинол закрываю тоже кремом от Self Love. Вот такой вот крем с церамидами. Но на данный момент могу сказать, что мне все нравится. И давайте мы вернемся к этому вопросу чуть-чуть попозже в отдельном каком-нибудь ролике. Привет! Как долго ты шла к тому, чтобы начать свой макияжный именно блог? Не просто заниматься макияжами, а показывать их аудитории. Была ли цель стать блогером с большим количеством подписчиков? И вообще, как прошел этот путь? Ну, я рассказала, как мы пришли к тому, чтобы создать YouTube-канал. И когда канал начался, я вообще красилась, типа, складка-сияшка и все. У меня вообще не было никаких навыков макияжа. У нас, типа, была такая концепция, что Диана, она визажист-профессионал, а я, типа, любитель. И вот мы с двух сторон показываем макияж. На самом деле, концепция, как бы, на словах прикольная, на деле это никому нахер не сдалось, я вам так скажу. Я научилась, как бы, краситься, ну, так, интересно. И начала что-то понимать вообще в макияже, когда начался ковид. И Наталина устроила свой макияжный марафон. И я тогда просто превозмогала себя, реально делала какие-то техники, которых я никогда раньше не знала, типа, там, кат-кризы вот эти вот все. Для меня это тогда было в новинку. И я помню, типа, на один образ для марафона тратила порядка девяти часов. Ну, как бы, это прям стандартно было. Пока накрасишься, пока сфоткаешься, сфоткаться это вообще очень сложно на самом деле. И я тогда очень сильно выросла. То есть, у меня вот этот вот залп макияжа, он сделал меня совершенно другого уровня, как бы, человеком в этом вопросе. И я очень благодарна тому, что тогда вот так вот получилось, что я решила поучаствовать, просто проверить свои силы. И терпение и труд все перетрут, это сто процентов. Еще, конечно, важна очень насмотренность, да, чтобы понимать, красиво ты делаешь или некрасиво. Нужно постоянно смотреть на чужие макияжи, какие-то вот новые фишечки, вот это вот все. Главное, не стоять на месте. Пока я делала схватку и сияшку, ничего в моей жизни не менялось. То есть, у меня уровень был все время стабильный один. И когда я прошла вот этот вот марафон макияжной Наталины, ну, может быть, тогда как бы в уровень я не подскочила, но появилось понимание, что то, где я вот висела все эти годы, это как бы вообще, это ничто, это ничто. И как и в любом деле, здесь очень важно развиваться, пробовать что-то новое, да, как-то экспериментировать. И с того момента, мне кажется, контент на Ютубе изменился очень сильно. Пошли вот эти видосы с Тами Танука, вот это вот все. И, наконец-таки, мои видосы с макияжем начали кого-то интересовать в принципе. Насчет того, была ли цель стать блогером с большим количеством подписчиков, ну, конечно, мне кажется, что у всех такая цель есть, кто начинает вести Ютуб-канал, потому что, а зачем тогда это все? Но потихоньку, в своем темпе, знаете, я уже привыкла, что никакого резкого прироста не бывает. И у меня все непросто, все потом и кровью. И я знаю, что мой зритель меня найдет, я в этом уверена. Но делать какой-то хайповый контент, только чтобы набрать подписоты, да, как это называется, мне крайне не хочется, потому что эти люди, которые придут на какой-то хайп, они не будут смотреть то, что нравится мне. Я хочу транслировать то, что мне интересно, то, что я делаю с любовью. А просто выстреливать с какими-то хайповыми темами, это так себе история, потому что ты наберешь вот эти вот там, не знаю, 100 тысяч подписчиков резко, быстро, за одно хайповое видео. Но эти 100 тысяч, они не будут смотреть видео, которые ты будешь выпускать потом, потому что им это неинтересно. И проще, конечно, чтобы люди шли на контент, который стабильно выходит на канале. Добрый день! Как долго планируешь заниматься бьюти-блогингом? Есть ли на будущее какие-то планы, выходящие за рамки этой сферы? Честно говоря, планов нет. Ну, как бы я знаю, что я смогу прокормить себя, наверное, как визажист. И я брала себе моделей. Если что, то я не визажист вообще, как бы. Я красить кроме себя, ну, никого не умею, по сути. И я хотела научиться, и я хочу научиться. Просто для того, чтобы красить модели, нужно много времени. Нужно постоянно этим заниматься. Но вот, как я сказала ранее, у меня сейчас просто вот так вот идет съемка-монтаж, съемка-монтаж. И тупо там один какой-то день, который я разрешаю себе отдохнуть, я не хочу брать модели, куда-то переться, целый день стоять. Ну, мне сложно. И так и до выгорания, собственно говоря, недалеко. Я думаю, что я себе, конечно, сделаю эту вот подстилочку из профессии визажиста, скажем так, чтобы если уж что-то произойдет в моей жизни, и карьера блогера, она просто возьмет и оборвется, то мне будет чем заняться с моей кучей косметики, с этим шкафом, который просто ломится. Вот количество палеток. Я думаю, что моя жизнь в любом случае будет связана с этой битисферой уже теперь. Я, в принципе, себя вот честно, наверное, никем больше не вижу. Настя, расскажи, что означает нами в имени твоего канала? Нами это мой никнейм, в первую очередь. Во вторую очередь это с японского переводится слово как волна. И я помню, когда я брала себе этот никнейм, Настя нами, мне было лет 12, наверное, может быть, поменьше. Я увлекалась аниме, конечно же, я просто вбила, типа, японские слова, что означают. И там было слово нами, ну, типа, цунами, да, большая волна. Потом я выяснила, что в аниме One Piece есть персонаж нами, у меня тогда тоже были короткие рыжие волосы. И меня бесило, что все думают, что я взяла себе никнейм из этого аниме, потому что аниме мне дико не нравится, и до сих пор оно мне не нравится. В общем, если коротко ответить на вопрос, то нами это мой ник, а с японского переводится как волна. Настя, твоим хобби является косметика, парфюм, а есть ли хобби у твоего мужа? Коллекционирует ли он что-либо? А еще интересно было бы посмотреть хотя бы краткий обзор всех твоих сухих бронзеров. Но сейчас, с вашего позволения, я не буду обозревать свои бронзеры, потому что они, во-первых, раскиданы, мне кажется, по нескольким шкафам, и сейчас это просто нереально их все собрать. Хобби моего мужа, мне кажется, что это работа. Вот, ну, как бы, ему это и нравится, и деньги там зарабатывает. Работает он в киноиндустрии, я думаю, что на этом я этот вопрос закрою, потому что это как-то, возможно, некорректно рассказывать про другого человека. Он мне согласен на это не давал, он вообще спит сейчас, когда я сижу в соседней комнате и снимаю. Вот, так что давайте мы на этом и ограничимся. Как ты совмещаешь работу и ютуб-канал? Или ютуб стал уже только одной деятельностью? Ну, и, конечно, ютуб занимает у меня львиную долю времени, работа у меня как бы нестабильная, она то есть, то ее нет, и я постоянно занимаюсь только ютубом. И можно сказать, что, ну, не ютуб конкретно, а вообще, в принципе, моя деятельность, она стала для меня и работой, потому что я веду бусти, у меня покупают какую-то рекламу, от ютуба я не получаю вообще ничего. Может быть, получала бы какую-то копейку, типа там 100 долларов в два месяца, у меня такой был доход не так давно, но, к сожалению, за санкции все банки, в которых можно было открыть валютный счет, и чтобы получить доход от ютуба, я не знаю, что нужно сделать, просто разбиться в лепешку. Так что я сейчас не получаю с ютуба вообще ничего. Там денежки какие-то копятся, да, но я не могу их вывести всем подписчикам бусти. Низкий поклон, естественно, вы вообще самые лучшие заиньки, и позволяете мне просто заниматься вот этой всей деятельностью, и кушать что-то, да, и, возможно, что-то даже покупать себе, в принципе, для жизни. И, конечно же, всем рекламодателям тоже огромное спасибо. Но когда-то я совмещала работу, как я уже сказала, администратора, и ведение канала, просто приходила после работы и садилась краситься. Да, тяжело, да, жестко сидеть там, почти до утра монтировать, а потом вставать, поспав 4 часа, еле продрав глаза, ехать на работу. Ну, неприятненько. Но если много трудиться в таком темпе, да, перебороть себя, то можно в какой-то момент вывести канал на основной источник дохода. Конечно, это, скорее всего, не быстро. Да, конечно, у кого-то бывает очень резкий взлет, но в основном это все-таки годиков несколько, возможно, но в моем случае это именно так и было. Так что терпение и труд, как я уже говорила, все перетрут. Настя, проходила ли ты курсы по макияжу или всему училась сама? Я работа администратором в школе макияжа у Наталины, и я знаю всю теорию так, чисто на слух. Столько раз я ее слышала за время своей работы, то, конечно же, она меня записалась глубоко на подкорке, но я свои знания на практике не отрабатывала никогда вот до этого лета, когда я осознанно брала себе моделей. Но себя я красить научилась методом пропо-ошибок. Благодаря марафону и подробным урокам от Наталины я просто сидела и повторяла, сидела и повторяла. Мне кажется, что можно учиться таким образом вообще, чему угодно. Расскажи про одну из последних покупок для дома, которая поделилась жизнью до и после. У меня таких несколько было. Во-первых, это керхер, электрошвабра вот такая вот. Сначала я купила моя мама, она купила себе ее домой, потом сразу купила еще такую же в дачный дом и подбила меня на покупку. Это потрясающая штука, которая просто крутит вот эти вот валики и отмывает вообще все. И когда я выливаю воду из вот этого грязного отсека, то я просто в шоке от того, насколько она черная. Это просто что-то страшное на самом деле, когда ты понимаешь, что ты по этому ходишь, ты в этом живешь. Мытье полов теперь не кажется вообще чем-то страшным. Это просто супер. Я обожаю эту вещь официально. И также вот такой вот автоматический лоток для кошек. Он сам там прокручивает, отфильтрует, короче, все отходы. И это тоже просто супер. Единственное, что для пяти кошек, а у меня их именно столько, одного такого лоточка маловато. Так что у нас стоит еще один резервный, который все равно приходится убирать в обычном ручном режиме. Ну и этот автоматический тоже приходится мыть, там все отмывать внутри барабана, потому что коты копают, там налипает какая-то пыль. Короче, приходится и там иногда устраивать генеральную уборку, но могу сказать, что это определенно стоящая вещь. Какие у тебя еще сферы интересов, помимо косметики и косплея? Вот косплей, конечно, уже далеко, тоже не в сфере моих интересов. У меня лежит костюм, заказанный, кажется, год назад на персонажа из Геншина. Так и не распакованный, честно могу сказать. Такой он лежит в контейнере с хламом, и я его так и не достала ни разу, чтобы примерить. Это когда-то было моим увлечением, но сейчас уже вообще нет. Прошло очень много времени с момента, когда я прям занималась этим. И сейчас, к сожалению, уже просто нет желания. Просто уже как-то оно отмерло немножечко в моем сердце. А так, какие у меня еще есть увлечения? Честно, вот хотите честно, у меня настолько скучная жизнь, ну как бы стыдно признаться. Увлечений, вот прям таких, что я просто бы любила и занималась бы этим каждую свободную секундочку, у меня такого нету. Потому что все мое время занимает ведение YouTube-канала. И это на самом деле, ну сейчас я говорю это, и это звучит прям хреново, типа все, что я делаю, это снимаю макияжи, монтирую их. И, конечно, там в промежутках между вот этими всеми действиями я там сижу в телефоне, в своем Телеграм-канале, в своем чате. И получается, что, по сути, вся моя жизнь это вот мой канал, это вы. И ничего такого, чем бы я стабильно занималась в свое свободное время, вообще нету. Да, грустно звучит. Как относишься к блогерским мероприятиям? Как чувствуешь себя на них? Видишь ли пользу для себя? Отношусь, конечно, крайне положительно. Это очень круто, что бренды устраивают какие-то мероприятия. Конечно, это все маркетинг, конечно, это все сделано для популяризации бренда, чтобы блогер пришел на это мероприятие, снял, как там все красивенько, показал себя в блоге. И, ну, это все понятно. Но, в принципе, там очень прикольно. Единственное, что я интроверт, если можно так сказать. И мне сложно с кем-то познакомиться очень. У меня есть несколько знакомых из сферы блогинга. Я очень рада с ними видеться и перекинуться парой слов. Это очень приятно. Но, в основном, мне очень сложно с кем-то знакомиться. Я чувствую себя крайне некомфортно. Но до момента, пока я не увижу какое-то знакомое лицо и подойду поздороваться, я буду стоять в стороночке, в телефоне, делать вид, что у меня там что-то очень важное происходит. Ну, возможно, там правда что-то важное происходит. В конце концов, всегда можно посидеть в своем чате, да? И там есть чем заняться постоянно. Конечно, мне нужно в себе это перебороть. Я чувствую, что мне это доставляет неудобство. Такая вот застенчивость какая-то. Социофобия, возможно, даже немножко. Но я прихожу туда, как бы, без паники. Вот без такого страха, что вот, я там буду стоять одна. Нет, мне, в принципе, норм. Но, наверное, нужно быть более открытым человеком. И открытый человек. Просто мне сложно подойти к кому-то, типа, там, сказать привет, потому что я чувствую себя какой-то неважной, незначительной. А кто я такая вообще, чтобы там кому-то подходить? Такие мысли всегда у меня в голове в этот момент. Но вот на последнем мероприятии я была на Love Generation презентации. И там я встретила Дашу, с которой мы знакомы очень давно. И вот мы встретились, и она меня спасла, можно сказать. Вот ее телеграм-канал. Я думаю, что вы все видели ее видео. И с Дашей мы хорошо провели мероприятие. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Может быть, с одного другого мнения. Но, в общем, да. Я в целых была на таких мероприятиях три раза. Первое это было Beauty Bomb, потом Biodar Mami я пригласили на ужин. Потрясающе совершенно. И третье было это вот как раз Love Generation. Надеюсь, будут звать еще. Мне очень нравится, честно. Как отбираешь заявки на рекламу? По каким критериям? Ребята, вы бы знали, сколько вообще приходит заявок на рекламу? То, что я реально беру к себе, это просто капля в море. Потому что сколько брендов с Wildberries приходит, с какими-то no-name водолазками, там, юбочками, какие-то кремчики. Вот это вот все вы просто себе не представляете. И я понимаю, что я могла бы вообще как сыр в масле кататься и брать каждое предложение рекламное. Тогда, наверное, жизнь была бы совершенно другой и изыграла бы новыми красками. Но мне кажется, это просто неуважение к зрителю. Все бренды, которые я в итоге беру на рекламу, это что-то, что на слуху, что-то, что я точно знаю, что не какой-то скам. И в итоге все, что я рекламирую, я реально сама этим пользуюсь. Например, я взяла на рекламу бренд Татика в Телеграм-канал. И в итоге что произошло? Я начала скупать весь ассортимент этого магазина просто сама. Я вот сижу сейчас в водолазке от Татики, которую я купила сама. Джинсы купила сама, кардиган купила сама, топик, еще топик. И, короче, знаете, даже как-то немножко обидно, что сама делаю такую рекламу, что потом разоряюсь на этих товарах. В общем, перед тем, как что-то согласовать, я всегда изучаю вопрос, смотрю на отзывы на товары, проверяю, не куплены ли они. И, в общем, все проходит какую-то тщательную проверку. И в итоге я могу сказать, что мне не стыдно за ту рекламу, которую я делаю абсолютно, прямо от слова совсем. Какие косметологические процедуры делали, помимо увеличения губ? Никакие. Знаете, вот хочется уже ради приличия пойти к какому-нибудь себе там боток заколоть, какую-то сделать там гайдрофешил, что-нибудь такое. Я ничего не делала, серьезно. Единственное, что носогубки иногда закалывают, там какие-то трещинки, морщинки есть. И просто остатком препарата, который после губ остается, мне его вводят в носогубные складки. Ну, там типа, знаете, 0-0-1 миллилитра. Ну, то есть вообще не серьезно. И больше я себе вообще ничего не делала. Меня там уличают в ринопластике, ребята. Какая ринопластика? Просто вот я специально на эту фотку нос реально может казаться больше, потому что, во-первых, там детская припухлость, а во-вторых, губы там очень маленькие. На фоне больших губ нос кажется меньше. Вот так что ничего не делала. Ни у хирурга, ни у косметолога. Вот честно. Прям, знаете, прям зуб даю. Привет, скажи, где покупала Dyson? Я покупала Dyson в Бангкоке. В торговом центре Central. Чаще всего снимайте, потому что вдохновлены, или потому что это работа. Я могу сказать, что я начинаю снимать всегда, потому что это работа. Да, в процессе съемок меня может косметика вдохновить. И я прям на крыльях любви сделаю этот обзор. Обзор такое, что прям бесит. И я, конечно, доделаю обзор, потому что надо это сделать. Но вдохновение прям бывает 50 на 50, могу так сказать. И это прям в обзоре видно, да, когда что-то нравится, и я прям сама кайфу. А когда просто надо. Сколько зарабатываете вместе? Я понятия не имею, честно. Доход на Boosty очень нестабильный. И, кстати говоря, многие думают, что я какая-то просто миллионерша, потому что на Boosty показывают количество подписчиков, типа вот тысяча, да, сейчас стало после того, как я устроила марафон макияжный. Но дело в том, что это количество подписчиков, которые когда-то что-то покупали, на самом деле количество платных подписчиков, оно совершенно другое. И сейчас это там 200 человек. Ну, в принципе, учитывая расценки на моем Boosty, это, ну, конечно, приличное количество, но это не какие-то мульоны прям, да, как многие думают, что я очень много зарабатываю. Нет, это не так абсолютно. Бывают разные месяцы, бывают какие-то у меня на Boosty выходят очень интересные ранние доступы. И тогда, конечно, подписывается больше человек, и как бы они отписываются потом, и все. Остается какой-то костяк основной. И я не могу сказать, к сожалению, точную цифру. Мне вообще пора бы вести какую-то уже бухгалтерию в своей деятельности, потому что я не понимаю, сколько я зарабатываю. Я понимаю, сколько я трачу, да, и что у меня кредитка всегда немножечко так в минусе. Но я живу с кредитки, как бы, да, ничего стыдного в этом не вижу. Просто главное, ну, не падать в нее, не роняться прям, потому что мне Тиньков такой лимит поставил. Иногда бывает сложновато со своими тратами, потому что тратишь, 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 потом смотришь, думаешь, бля, и как мне это закрывать все? Надо бы вести бухгалтерию, пока что на этот вопрос ответить я реально не могу. Привет, общаешь ли ты с Дианой? Почему отошли от формата записи видео вдвоем? Я отвечу на этот вопрос один раз, их там очень много похожих, да, общаемся, не общаемся, почему разошлись? Я не буду, конечно же, отвечать на вопрос, почему мы разошлись. Это абсолютно личное, и так оно и останется. Почему мы отошли от концепции ведения канала? Также есть вопрос сопутствующий, да, почему канал достался именно мне? Что я такая за жаба-гадюка? Диана ушла с канала, она записала это прощальное видео, о котором я ничего не знала до момента его непосредственной публикации, то есть я проснулась в какой-то момент и вижу, что люди пишут, что там какое-то видео вышло, я посмотрела такая, ну что ж, я совершенно не посчитала необходимым уходить, потому что это в том числе и мое детище тоже, и я осталась здесь, и не вижу там ничего такого, человек ушел, ну, так тому и быть. Общаемся мы сейчас? Нет, мы не общаемся, сколько уже, года, наверное, полтора, да, примерно, где-то так, возможно, даже чуть больше, но в общем, нет, мы не поддерживаем контакт. Любимый парфюм один, без которого не жить? Давайте мы не будем задавать такие вопросы, пожалуйста, это нереально выбрать. Вообще, конечно, парфюмерная тема, ой, она мне сейчас накрылась головой, и на данный момент мне очень сложно ответить на этот вопрос. Я думаю, что еще полгодика назад я бы вам что-то сказала, но сейчас, когда я обзавелась чуть большим количеством банок, чем когда-либо в своей жизни, ответ стал невозможным. Какой любимый парфюм один? Я не могу ответить на этот вопрос, это просто, типа, как спросить, какого кота из всех пятерых ты любишь больше всего? Или если бы у меня было несколько детей, спросили бы у меня, какого люблю больше всего, но это, ребята, примерно одно и то же. Какой у вас рост? Рост у меня 172 сантиметра. Кого вы смотрите на ютубе? Какие каналы? Ну, то, что я смотрю на постоянке, это True Crime, я смотрю Сашу Сулим, я смотрю канал Мистика, я смотрю Марусь Черничкин, сейчас недавно подписалась, трэш-салон я люблю смотреть, скажу честно. Из трэш-салончиков я смотрю Погребняк, Молотову и Линочку. Вот. Ну и в принципе, я вот такой вот разговорный контент люблю, какой-то легкий, ненапряжный, который не надо прям смотреть так вот глазами. И мне еще нравится подкаст Дела, тоже True Crime, но единственное, что вот они перешли сейчас ВКонтакте, поэтому я редко захожу туда смотреть, но обычно, когда я захожу все-таки, там уже пару выпусков точно новеньких есть. Еще я какое-то время прям очень много смотрела всякие стендапы, женский форум, сейчас что-то перестала смотреть, честно говоря. Единственное, что из юмористического мне нравится натальная карта, тоже ВКонтакте, правда, не эксклюзивно выходит, поэтому смотрю редко, но если смотрю, то прям от и до. Но все равно вот этот заход ВКонтакте для меня сейчас примерно как заход в запрещенную социальную сеть. Все-таки я фанат Ютуба, стопроцентный. Зачем такие страшные ногти? Это просто ужас. Особенно, когда махаешь перед глазами куриной лапкой. Давайте я помахаю еще перед вашими глазами своей куриной лапкой. Такие вопросы, это просто сюр. Мне казалось, таких людей, которых реально волнуют, там чужие ногти, пирсинг, не знаю, там какие-то филеры в лице, они уже вымерли. Все равно люди еще удивляются, боятся ногтей и вот этого все. Но для меня это непонятно. Я делаю это потому, что мне нравится. Какой еще может быть ответ на этот вопрос? Просто мне это нравится. Если вам прям реально страшно, когда я махаю своей куриной лапкой, то поберегите себя. Просто не смотрите на это, пожалуйста. Ну, нервы будут целее и вот это вот все. Зачем вам этот негатив? Страх какой-то испытывать лишний раз? Ну, ни к чему это вовсе. Как побороть страх? Несить макияжи. Даже просто со стрелками кажется, будто привлекаю слишком много внимания. Поверьте, всем насрать. Что у вас там на лице нарисовано? Ну, пофигу абсолютно. Никто не обращает на это внимания. Все слишком поглощены своими какими-то проблемами. тем они нравятся. Но в основном, реально, всем пофигу. Особенно на улице. Люди не всматриваются в прохожих, не смотрят, не рассматривают ваши стрелки. У меня был, похоже, страх, когда начала ходить в спортзал, что вот все будут смотреть, как я там приседаю неуклюже, как я что-то там делаю, как я потею, как я краснею, как я пыжусь. Ребята, всем вообще пофигу. За каким-то редким исключением. Есть, конечно, бабки и какие-то мужики, которым хочется доколупаться, но просто до стрелок никому нет дела. И я хожу с такими макияжами, как вот сейчас на мне, постоянно, по сути, по крайней мере, патрулирую район, я точно, в таких боевых раскрасах никто никогда не сделал мне никакого замечания, никак меня не окликнул, ничего такого. Просто девушки в озоне иногда говорят, что у вас очень красивый макияж. Вот и все. Это единственная реакция, с которой я вот сталкивалась за последнее время. Так что просто забейте. Попробуйте походить с мейком, перебороть себя раз, два, три, десять и вы поймете просто, что реально никому нет дела. Добрый день, подскажите, пожалуйста, будете ли еще снимать реакции с мужем на канале Смотрю с нами. Очень нравились эти видео. Будем, когда я буду видеть мужа чаще, чем хотя бы час, два, может быть, три в день. Но вот сегодня он уехал, я еще спала, потому что я очень поздно легла. И он приехал сейчас и сразу лег спать, потому что он рано проснулся, а я сижу записываю видео. Вот как бы у нас такой примерно график. И если повезет, мы увидимся час до того, как он едет на работу и час после того, как он приехал. Поэтому сейчас это просто не представляется возможным. У него очень много работы. Выделить там, не знаю, пять часов, чтобы сесть, не торопясь, с чувством, с толком, с расстановкой записать реакцию на какое-то шоу, ну просто такой возможности сейчас физически нет. Это не потому, что мы ленивые, просто развалились, лежим, спим, ничего не делаем. Просто у нас пока что очень сложно со временем. Привет, хотелось бы знать побольше о твоих хобби, увлечениях помимо макияжа. Про любовь к бренду Татика здравствуйте. Мы уже знаем, есть ли что-то еще, к чему лежит душа или чем хотелось бы позаниматься купить. Хочешь ли ты выкладывать что-нибудь, какой-то лайфстайл, если не на ютуб, то на густе. Ты супер, с прошедшим днем рождения. Спасибо большое за поздравление. Лайфстайла у меня нету, как бы это ни звучало. У меня ничего не происходит для того, чтобы снимать какие-то влоги и прочее, как я уже говорила. И чем бы мне хотелось чисто теоретически позаниматься, это хороший вопрос. Я бы походила на какие-нибудь мастер-классы. Мне очень понравилось делать картины из эпоксидки, например. Мне понравилось лепить из глины, но, к сожалению, с когтями это нереально. Там просто даже обычные ногти, которые прямые, длинные, стилеты, это все, это невозможно. Мне бы хотелось пробовать делать что-то руками и пока что я не могу определенно сказать, чем бы мне хотелось заниматься. Мне бы хотелось найти что-то интересное. Для этого нужно пробовать, 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 а на это нет времени, возможностей. Честно говоря, сейчас и желания нет что-то искать, ездить, смотреть, изучать. Мне как-то даже, наверное, стыдно в этом признаваться, что в моей жизни вообще ничего интересного не происходит. Вот просто. И на вопрос, чем бы я хотела заниматься, у меня тоже нет ответа. Просто обезьянка стучит вот так вот тарелками в голове. Все, чем я сейчас занимаюсь, это мой YouTube-канал. Я вкладываю сюда всю силу и всю душу. И я думаю, что чтобы это принесло свои плоды, мне нужно продолжать это делать безостановочно. Постоянно, каждый день приходить на эту работу и заниматься здесь своим делом. Потому что я его люблю. И хоть я и сказала, что иногда вдохновения не бывает. И нужно что-то снять просто потому, что нужно. Но это и неплохо. Я умею себя перебарывать, я умею абстрагироваться и уходить с головой в какой-то процесс. Даже если он мне в моменте не очень нравится, то я все равно выполню его качественно. Настя, обожаю твоих котиков. В кадре расскажи близ истории имени Гречка. Почему назвали именно Гречка? Имя суперумилительное. Вообще-то, эту кошку должна была забрать моя мама. Она мне ее подкинула, скажем так, на лечение. И она назвала своих предыдущих двух кошек Груша и Брусника. И, соответственно, это у нее была Гречка. Просто, видимо, от балды назвала. Но как-то прижилось, знаете, и так вышло, что она осталась жить с нами, потому что у нее повышенная тревожность, как нам сказали ветеринары. И она к нам уже привязалась. И, скорее всего, переезд к маме был бы для нее стрессом. И учитывая то, что мама постоянно на работе, а я как бы, ну, имею возможность с кошками общаться, социализировать их как надо, то было принято решение оставить ее жить у нас. Вот. И как-то Гречка и Гречка уже переименовывать не стали. Будут ли обзоры на оставшиеся лимитки от Beauty Bay? Очень жду. Я могу вас успокоить, можете не ждать, потому что Beauty Bay сейчас достать очень-очень сложно. У этого сайта политика компании такая, что они просят перекупов, и они отменяют заказы байером. И поэтому очень небольшое количество байеров заказывают эти палетки на наличие или под какие-то индивидуальные выкупы. А снимать видео, которые никто не смотрит, честно говоря, я подустала. Вот могу от души сказать, учитывая, сколько там оттенков и все нужно протестировать, это явно работа ни на один, ни на два дня, поэтому я просто не делаю то, что не принесет никакого профита. Мне очень, конечно, жаль, но обнадеживать я не буду. К сожалению, Beauty Bay у меня вообще и сейчас не в приоритете. Как ты заводишь новые знакомства при условии своей социофобии? Недавно переехала в новый город и не знаю, как побороть страх перед новыми людьми. Никак не завожу, я уже сказала, как я хожу на блогерские мероприятия, делаю вид, что у меня что-то очень важное в телефоне, я очень сильно занята, и подойти к кому-то познакомиться просто так без повода для меня это миссия невыполнима абсолютно. Я не понимаю, как люди это делают, для меня это просто типа что-то из разряда фантастики. Так что у меня с этим самая проблема, если узнаете, как заводить новые знакомства при социофобии, то расскажите мне, буду очень рада послушать. Мне нравится вести ютуб-канал, потому что я сижу здесь сама с собой, никого нету, ни с кем надо общаться, знакомиться, просто вот я и моя камера. И это идеальная для меня деятельность вообще, потому что, когда я работала в общепите, надо было людям улыбаться, нужно было как-то вот, ну, поддерживать какую-то беседу, да, если что-то спросят, отвлеченной от работы, нужно было быть милой всегда, а я не понимаю, как это возможно, если там человек тебе неприятен, то надо с ним вот как-то быть очень такой, и я улыбалась вот так вот, а мне говорили, Настя, лучше этого вообще не делай, потому что по тебе сразу видно, что что-то не так. Работа с людьми для меня всегда была очень тяжелой именно по этой причине, потому что надо почувствовать настроение, нужно как-то вот, чтобы все было как-то вот так вот миленько, хорошо и здорово, а я не понимаю, как это возможно, для меня это просто нереально. Я очень рада, что я занимаюсь своей деятельностью, где я себя не мучаю в этом вопросе, где я не обязана никому ничего, только сама себе, и сколько я поработаю, столько я и заработаю, в общем-то. Но насчет того, что переехала в другой город, я не знаю, как познакомиться с новыми людьми, но вы же, наверное, будете там устраиваться на работу, там будет какой-то коллектив, вы будете с кем-то общаться, ну это неизбежность абсолютная. Кстати говоря, с коллегами у меня всегда были хорошие отношения, вот с гостями было сложновато, а с коллегами я как бы ок, вам нужно вместе работать. Это одно. Ты налаживаешь там какую-то коммуникацию, выстраиваешь ее, потому что вы находитесь как бы в одной лодке, да, выбора нету. Вот это постоянный поток людей, поток людей, которые присаживают себе за столик, тебе надо подойти, поздороваться, это все, это жестко. Я, честно, пыталась много лет, и в итоге я устроилась просто работать в бар, где мне говорили, что если тебе не нравится гость, в принципе, то можно так сказать, я такая, а, вот так? Отлично, мне нравится. Запись идет уже час 08, видео, мне кажется, что уже достаточно. Голос садится, да, как бы слышим, что немножечко сложновато говорить стало. Так что я надеюсь, этот ролик вам понравился, было интересно послушать мои ответы на вопросы. И, конечно же, не забывайте присоединяться к моему марафону. Напоминаю, что у нас последний день продаж именно сегодня, и больше доступа к этим видео никогда не будет. Это только эксклюзивно для этого марафона. Доступ к роликам самим останется настолько, сколько будет существовать Boosty платформа. Я думаю, что это достаточно долго, что-то мне так подсказывает. Вы сможете сюда пересматривать эти видео, можете не участвовать в марафоне как таковом, не повторять макияжи, а просто посмотреть пять роликов по полчаса с подробнейшими разборами каких-то разных абсолютно макияжей. Ставьте лайки, пишите комментарии. Я была очень рада с вами пообщаться. Спасибо всем большое за вопросы. И, конечно же, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Всем огромное спасибо за просмотр и всем пока!